Так, Андрей, я сейчас пойду на сцену, а вы через несколько секунд прямо сразу за мной. Хорошо? Не волнуйтесь, я вас прикрою. Я Лариса Бузеева, это «Давай пошениться». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты – Мария, Алла и Валентина. А жених у нас Андрей. Ой, а что так запыхался-то? Только гонялись. А, ну идёмте. Андрей, 55 лет. Был готов простить возлюбленную измену, но она не нуждалась в его прощении. Андрей – исполнительный директор в частном охранном предприятии. Гордится тем, что он однолюб. Мечтает встретить старость в окружении внуков. Признаётся, что питает тайную страсть к балеринам. Андрей не свяжет свою жизнь с девушкой, которую ему будет стыдно показать друзьям. Женится на сильный духом модницы, которая позволит завоевать себя на всю жизнь. Мы рады вас видеть, Андрей. Вы даже себе не можете представить количество писем по вашу душу после программы. То есть женщины буквально рвут вас на части. Все вас хотят. А вам-то как самому, наверное, тоже пишут и звонят, и преследуют, и ждут, нет? Есть такое, не скрою. Может быть, кто-нибудь подумает, что это позёрство, но интерес ко мне присутствует. Да, в сетях. Ну, то есть можете сегодня прямо уже гулять по буфету? Я думаю, в лет 25 я бы так и сделал бы. Как тебе, Жених, на первый взгляд понравился? Такой добродушный? Да, добренький такой. Взрослый такой. Как так получилось, что жена от вас ушла, и вы узнали о том, что в разводе от сына через два года? В чём проблема? В прямом смысле она от меня не ушла, потому что у нас был такой велотекущий период. Мы встречались два раза в год, потому что она уехала в Прибалтику с сыном. Я до конца считал, в смысле, так как изначально всё-таки была любовь, я всё-таки думал, что она вернётся. И она не давала мне поводов, точнее, наоборот, она мне давала повод, что так оно и случится рано или поздно. Держала вас на коротком поводке, называется? Ну, когда я у сына спрашиваю, а где живёт мама, он говорит, дома. Уже приятно. Спит с твоей фотографией. Юля, вы такими глазами влюблёнными смотрите в сторону Андрея, а вы не одна из его поклонниц новых, нет? Нет, мы друзья. Ну, какие могут быть подруги у мужчины, который хочет жениться, хорошо выглядит, вы замужем? Да. А как вас муж отпускать, не ревнует к Андрею? Нет. А муж дружит с Андреем? Нет, они не знакомы. Познакомятся. Ну, он такой обоятный, приятный такой мужчина. Учитывительный мужчина, да, мне кажется. Ну, голубая рвашка с розовым калстуком зря, я считаю. Хорошо. Что у вас? Хорошо тебе? Нет, выглядит хорошо, мне кажется. Андрей, а как появилась молодая возлюбленная? На 20 лет, да, вас моложе? Как угораздило влюбиться? Ну, как раз к мужчине это вопрос риторический. Странно, когда мужчина не влюбится в девушку на 20 лет моложе. Со мной произошла та же самая история. То есть с головой уже в это время не дружили, да? Смотря где голова. Ну, у вас известно где. Знаешь, мужики как танк, куда башня, туда и пушка. Ну, опять же, я не специально где-то ее искал. Мы на работе, ну, в смысле, как в параллельных сферах были. Охраняли? Ну, я, да, я приезжал к ним на работу. Ну, и потом, так как симпатия, ну, она чувствовалась. Я просто предложил провести вместе Новый год, она согласилась, с этого начались отношения. Мы не ссорились, мы не расставались. Просто была эта шутка на пике отношений, когда я сказал, что... Если у тебя кто-то появится. Да, так как у меня были частые командировки, чтобы не было такого, как в анекдоте, кто-то в шкафу, ты там что делаешь, трамвай жду. Вот, я говорю, купи бутылку хорошего коньяка, поставь сервант, я приеду, увижу, что явка провалена, я ее выпью и уйду. Ну, примерно... Ну, зачем? Вы ей таким образом открыли дверь. Да я не думал тогда об этом. Ну, что она же дверь открыла? Живу на две постели. Зачем? Наоборот, нужно говорить, я тебя умоляю, только не это. Поэтому вы своей женщине разрешили, она этим воспользовалась. Не, мне кажется, такая совершенно невинная вещь, которая ничего... Она любит сюрпризы, сюрпризы не любит, хочется заранее знать. Вы однажды приезжаете, в шкафу видите начатую бутылку. Да, и вы понимаете, что она на столе, что она одна выпить не могла. Да, естественно, да, да, значит, я понял, что, значит, кто-то был в гостях. Вот, и, естественно, я задал этот вопрос, а кто был в гостях. Ответа сразу не получил. Глаза в пол. Была пауза, да. Я-то в процессе, я же на неё не смотрю, я вот так не уперся в неё. Я жарю мясо, я там то-сё там, я готовлю. А мясо-то это уже тоже кто-то попользовался мясом? Это то, что осталось от ужина, да? Или вы с собой мясо принесли? Да нет, конечно, нет, ну я, ну что, там всегда пустой холодильник был, там йогурт на завтрак, днём на работе. Какой хороший мужчина, слёз с собой приносит? Я просто знаю, что меня там никто не натормит. Я вначале на рынок, в магазины, а потом уже домой. Ну так и что с вином? Вы задали вопрос, она глазки долу и в слёзы. Да, так нет, ну да, да, ну это уже как бы итог, потому что я вначале на неё не смотрел. Я просто ждал ответа, ну такого технического ответа, что там Света заходила в гости. Да и всё, вопросы закрылись. То есть вы даже на ложь были готовы и согласны? Конечно, конечно. Ну, поесть надо было, так же постель уже готова. Конечно. Ну, во-первых, что такое ложь? Тут ложь поддерживает, а правда убивает, на самом деле. Мне правда была не нужна. А она вам её выдала своими слезами, потупившим взором? Ну да, она сказала, давай расстанемся. Такой добрый, интересный, интеллигентный, видимо, никогда не оскорбит, не нахамит. И типаж, конечно, мой. То есть он даже похож, вот с последним моим мужчиной, он очень похож. Всё закончилось одним днём или потом были какие-то? Нет, ну что вы, конечно, это был длительный период. Я, правда скажу, я переживал, я очень сильно переживал. До той степени, до какой степени может переживать, я думаю, что нормальный мужчина. И вы ей сказали, что вы её прощаете, чтобы она ничего не боялась, что вы готовы начать всё сначала. Конечно, конечно. А она что? Я всем своим поведением показывал, что я от неё не отказываюсь. Потому что, ну, на самом деле, взрослые люди, может, поймут, а может, молодёжь нет, мы все не без греха. Понимаете, если быть такими принципиальными, только чёрные и белые... Вы не были принципиальным, вы вообще вели себя логично. Вы её после этого пригласили в ресторан, вы задарили её золотом, бриллиантами. Я её пытался вернуть. А как вы считаете, почему она даже на это не клянула? Потому что она была очень совестливая? Или у неё уже возобновились вот со старым, с бывшим отношением? Нет. Я сейчас даже с конца начну. Они даже двух месяцев не прожили. Они тоже расстались. Ну, естественно. Не возвращайся к былым возлюбленным. Это не каждый мужчина может такое. Только от большой любви, видимо. А кто эту любовную лихорадку остановил? Милиция. Опаньки. Как? Ну, потому что я совершил такие действия, которые потом меня отрезвили. В конечном итоге. Я пришёл на работу к ней. Мы разговаривали чуть-чуть на повышенных тонах. Но так как я принёс очередные серьги. С бриллиантами. И с быкинами. Ну, дурак. Ну, чё, господи. Ну, а мужчины все дураки, когда влюбляются. Это... Чё тут говорить? Это болезнь. Мы, естественно, разговаривали чуть на повышенных тонах. Охранник понял, что моё поведение неадекватно. Он подошёл... Ну, если бы он вежливо подошёл ко мне, обратился бы, а он меня дёрнул. Это была его ошибка. Это была его ошибка. Разрубили пополам? Почти. Ну, всё-таки передача... Нет. Как говорить, не буду. Но он упал. Естественно, это всё было под камерами, вокруг люди, свидетелей куча. Уже кто-то позвонил в милицию. Вас забрали? Нет, меня не забрали. Потому что я ещё им в милицию положил. Мой мальчик. Молодец. А тот, который в дверях стоял, он уже затвор передёрнул на автомате. Я на него пошёл, потому что я сказал, что я жить всё равно не буду. Говорю, давай, стреляй. Вы все, у нас пелена перед глазами. Мужчины вообще-то переживают всё это сильнее. Вот эти измены. Конечно. Для них это ранит их очень сильно. В общем, вас забрали, и слава богу, что дознаватель была женщина. Когда вы рассказали ей свою историю... Да, утром пришла дознаватель, молодая девочка. Я как на духу, ничего не скрываю. Всё рассказал. Она поняла, что я пострадал за любовь. Прониклась, прониклась до какой-то симпатии ко мне. Скажите, а вот эта ваша возлюбленная молодая, она не пыталась как-то вам помочь? Хотя вот в этой ситуации сказать, он не виноват, это я во всём виновата, дура. Нет, а последствия она даже не знала, потому что это уже было без неё. А бриллианты и серьги взяла? Всё взяла. Всё взяла. Молодец. Всё взяла. Подарки не возвращают. Сколько времени прошло после последней встречи? Два года назад у нас есть ресторанчик. Любимый. Я пригласил, мы там посидели, но уже по-дружески чисто. И опять что-то подарили, да? Нет, 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 больше уже ничего не дарил, ну потому что, во-первых, уже в буре все уже... Ну хорошо, она пришла? Да, конечно, пришла. Но я вам хочу сказать то, что у нас 13-го числа был эфир, я ей позвонил 16-го октября и слышу детский плач. Я говорю, а что там за голоса? Она говорит, я в роддоме. Я вначале, конечно, растерялся. Я говорю, слушай, ну... Я говорю, смотри, ты? Она, да, я. Я говорю, слушай, ну когда выйдешь из роддома, посмотри, давай поженишься за 13-е октября. Я там жених. Она, здорово. А я 13-го рожала. Ну не от вас, Елена? Нет, конечно, нет, не от меня. Ну просто сопоедение такое. Она 13-го октября рожает, а я на всю страну 13-го октября про нее рассказываю. Она родила ребенка. Это они столько не встречались, а потом решили пообщаться. Андрей, а вы хотите таких же страстей с женщиной? Нет, хватит, хватит. Все, хватит? Хотите более стабильной? Психика два раза такого не выдержит. А чего хотите, да? Вот у меня, смотри, вот ты же говоришь, Бог даст ребенка, и Бог даст на ребенка. Вот смотри, прям подтверждение. В 2017 году у вас будет трехэтажные апартаменты. В принципе, вы тогда были не готовы, была коммуналка. А вот если бы родился бы дитек, как говорится, да? Апартаменты, глядишь бы, глядишь бы, раньше были бы, понимаешь? Из коммуналки в трехэтажные апартаменты. Как, Алла, трехэтажные апартаменты в Питере. Переедем? Поехали, всем вместе, главное. А балерины вам чего так вот нравится? Это что, фетиш ваш такой? Ну, это просто с этого все начиналось. 18 лет, первая любовь, первый курс института. А если она пуанты будет носить? Ну, или больше сорока, но в пуантах. Ну, а что? Ну, он же не сказал, я хочу сумасшедшую с манией балерины, понимаешь? Которая говорит, я балерина, и в пуантах по коммуналке. А что? Нет, с балетом у меня очень-очень близкие отношения. Я балерина, я балерина. Юлечка, дорогая моя, раз вы подруга, вы знаете, кто нужен Андрею? Или не знаете? Знаю. Ну? Андрей хочет еще детей, поэтому ему нужна женщина. Еще хочет? Детей. Ну, одного, еще детей. Если вам женщина понравится, но у нее будут свои дети от предыдущих историй, вы будете воспитывать совместно? Конечно. Все. Роза? Будем брать женщину, у которой руки заточены, хорошо бы огородик бы, в принципе, свои продукты будут. Медсестра, Лариса, 55 лет. Да, уколы бы делать неплохо, по крайней мере, умела бы давление мерить, как говорится. И внука, и чего я вот за такую. Что-то у меня похоронили совсем уже, я не знаю. Нет, ну огородик-то мы можем. Не, ну маленький, на богатыря-то вообще. Не прокормим. Не прокормим. К сожалению, мне кажется, вы из тех мужчин, которые следующую свою девушку будете искать по лекалу, вот той самой. Как? Ну, по кальке предыдущей. Вам нужна будет молодая, красивая, которая будет рожать. Друзьям не стыдно. Чтобы друзьям не стыдно. И история эта будет повторяться. Только если вы в 46 еще это пережили как-то, да, с кулаками, с дракой, то сейчас вам 55. Мне просто за вас уже страшно. Конечно, душа не стареет. Конечно, вы чувствуете себя еще ого-го пацаном. Послушайте, оставьте молодых для молодых, ладно? Давайте женщину взрослую, хорошо выглядящую, красивую, интересную. И как-то смиритесь с возрастом. Тяжело, но смиритесь. Смиритесь. 55. Да, 55, плюс 30. Нет, а он думает о невесте, которая будет представлять его своим друзьям. И что скажут они... Дедушка. 20 лет. Папу привела. Папу привела. У Андрея Луна во льве девушкой самое главное нужно восхищаться. А восхищаться когда можно женщиной? Конечно, когда она молодая и красивая. При этом она должна быть хорошая хозяйка, она должна быть аккуратной, чистоплотной. Она должна держать дом в порядке, создавать уют. Потому что Венера в знаке Девы. Чем она мягче и ласковее будет, тем мягче и ласковее будет. А ей зачем, дядя Андрюша? Скажи мне, пожалуйста. Дедушка. Вот такой ласковый, мягкий, красивый, хорошей хозяйки. Зачем? Ребят, ну давайте уже откроем глаза на себя. Ну посмотрим уже объективно. Вы знаете, что я могу сказать? Что если она будет такая же хорошенькая, как подруга нашего жениха, он может увлечься. Подруга нашего жениха уже престарелая для нашего жениха, понимаешь? Я обойду выходить. Не отдавайте только меня. Встречайте невесту. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Марина. Очень приятно. Я надеюсь, что мы с вами еще раз встретимся. Надеюсь. Спасибо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина, 42 года. Медсестра в клинике. Гордится тем, что любит свою работу. Мечтает открыть аптеку. Признается, что дает друзьям деньги в долг. Предупреждает, что у ее мужчины всегда должна быть нащищена обувь. Через 7 лет семейной жизни Марина узнала, что у ее возлюбленного с одной любовницей есть общий кредит, а с другой общий ребенок. Надеется, что у Андрея нет скелетов в шкафу. Марин, послушайте, тут одну любовницу скрыть столько проблем. А ваш умудрялся с вами жить и еще двух любовниц иметь на стороне. Мастер спорта по измене международного класса. Как? Ну, с этим мужчиной мы, можно сказать, прожили 10 лет. Я всегда... В официальном браке? Нет. Нет, я бы не стала точно терпеть. У него было три любовницы. Одна постоянная и две тоже постоянные. Я был султан, я помел трех жен. Ну, наверное, немножко не так. Просто спустя 7 лет я узнала, что у него была вторая семья. Вот таких женщин я вообще не понимаю. Вот, которые вот, зная, что у него кто-то есть, еще продолжают вообще какие-то отношения. За 10 лет можно было догадаться обо всех женщинах. Они развелись давным-давно, сыном было полтора года еще, как он мне рассказывал. Я знала про одну его семью. И так мы с ним вместе были практически 10 лет. Ну, я... Он был у меня один мужчина. То есть я не обращала ни на кого больше внимания. А сын у вас от кого? Сын у меня от первого брака. Я была в браке один раз. И как у него отношения складывались? У него не складывались отношения с моим сыном, потому что, ну, мой сын немножко избалованный. Ну, когда у него есть свой отец, то чужой мужчина, как бы, он принимал участие в этом. Но в то же время говорил, что у тебя все-таки есть папа. И как бы вот что я могу дать, то я тебе даю. А ему было этого мало. А когда вы однажды купили сыну футболку, вместо того, чтобы что? Да. Можешь купить? Нет, он как бы мне дал денег купить футболку, допустим. Ну, лето, я говорю, ну, мне надо какую-то новенькую футболочку. Он мне дал денег на футболку. Ну, я так посмотрела, что смотрю, сына, ну, как бы, нет сандалий, ну, нечего одевать. Ну, как я мать, куплю себе одежду, а мой сын останется без обуви, да? И вы купили сандалии. Я купила эти сандалии. И потом в итоге он мне сказал, что я больше тебе денег не дам, потому что я дал деньги купить себе что-то, а ты купила своему сыну. Ну, она тоже начала посмотреть-то, есть деньги, есть сандалии у ребёнка, потом просить денег-то я не считаю. Да, и просить на сандалии, да, а не на себя, вот именно. В дальнейшем, спустя, там, вот, 5-6 лет, я понимала, он мне делал неоднократно предложение, ведь он мне три раза делал предложение выйти замуж. Марина, а вы понимаете, что если бы вы вышли из него всё-таки замуж, то вы превратили бы жизнь своего ребёнка в ад. Я понимаю, поэтому я выбрала своего сына. Что жизнь ребёнка важнее. Нет, а вы и сейчас сидите и оправдываете, говорит, вот мой ребёнок был избалован. То есть, как бы, если вас слушает, ничего особенного-то не случилось. Ну, вот, понимаете, да. Это он жил с вами, понимаете, они ваши первые, от кого ребёнок. Это вы обстирывали, обглаживали, готовили своему мужчине. И он, если живёт с женщиной, обязан принять её ребёнка, понимаете? Понимаю. Ну, как минимум за ним ухаживать и давать деньги. Да, готова на жертвы ради любви уже делали. А она уже не раз обожглась. Да. Сейчас сколько ребёнку? Сейчас 23 года. В этом году он закончил высшее учебное заведение. Поэтому я теперь решила жить для себя. Вы это всё время тянули, да, Марина? Да. Так вернёмся к вашему мужчине. Если бы он сделал вам предложение, если бы вы чувствовали, что какая-то есть перспектива, до сих пор у вас бы такой был вялотекущий с ним роман. Я не простила ему тот момент, когда через 7 лет он мне сказал, что у него был второй брак. И у него есть дочь, которую он возит элементы и платит. Вот это я не простила. Вы как во сне? Это уже после отношений с вами или ещё до отношений? До. Это всё было в... Это было всё до меня. Но он это скрывал, что он, видимо, общается со второй семью, что у него есть второй ребёнок. Об этом я вообще не знала. А кредит-то всё-таки? Я что-то так хотела всё-таки выяснить. С кредитом-то чё? Это уже третья женщина, которая оказалась моложе меня. Как он мне потом сказал, мы расстались. В итоге мы поскандалили. В общем, я высказала всё, что думаю о его жадности, о нём. Вы смотрите, Марина, на вас не женился, ребёнка вашего не любил. Был жадный, не помогал ничего. Поэтому не понимаю. Хорошо, будем считать, что вы позднего развития такого. Как долго ещё будете тянуть своего сына? Я думаю, что всё. Она говорит, что она его не будет тянуть, при этом он не работает, поэтому живёт у неё. Прекрасная разница в возрасте. 13 лет не старовато для вас? Вы знаете, моему бывшему мужчине 55 так же. То есть привыкшая. И непритязательная, да ведь? Ну, я имею в виду в социальном плане. Просто умная женщина начинает, она же знает, со всяких лет мужчина начинается, настоящий. Всё правильно. У вас такая прекрасная русская внешность, вы прихорошенькая, знаете всё про себя. А детей будете рожать? Нет. Молодец. А я хочу очень посмотреть на сюрприз. Посмотрим сюрприз. Да, давайте. Так как я медсестра, я всё-таки умею обращаться с жизненно важными органами. Хотела бы послушать, Андрей, ваше сердцебиение. Как оно реагирует на меня? Аплодисменты. 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 Всем усудно. Спасибо большое. Больше очащённый. Спасибо, красотка. Девочки, проходите, забирайте свою подружку. Аплодисменты. А вы к нам. Аплодисменты. Вот так вас дураков любят, мужчин. И жертвуют своими детьми, и благополучием своих детей. Главное, чтобы не одна. Понимаешь? Вот чтобы не одна. Что вы скажете? Очень милая женщина. Будет любить, будет заботиться, будет беречь. Неправда. Ну что это такое? И готова на всё. Неправда. Если говорить о Марине, она очень культурный, бесконфликтный, деликатный человек. Для неё очень важно. Мужские планеты, Солнце, Марс находятся в знаке Весы. Конечно, для неё очень важен партнёр. Вообще, для Весов они не могут жить без партнёра. Я не могу... Оскорбить человека без причины. Унизить, оскорбить. Конечно, я всё перемолчу. Я считаю, что медсестра, вот я о чём говорила, то, что надо. Просто. Роза. Шикарно выглядит. Андрей себя ощущает молодым пацаном. Ему хочется зажигалку, балерину, клёвую, молодую, которая родит, из которой ему будет казаться, что он сам молодой. Вариант. Правильно. Будь всегда здоров. У вас есть три бонуса. Общение наедине, скелет в шкафу и семейные традиции. Что выбираете? Скелет в шкафу. Ой. Нет. Не в ту выбору. Какое-то зелье. Какая-то травушка-муравушка. На берёза похожа. Да, берёза. Слушай, он не знаю, что такое. Может, баньку любит? Не знаю. Давайте позовём. Баньку я тоже люблю. Самое главное, с любимым мужчиной. И люблю заниматься сексом. До бани, в бане, после бани. А вы замечательная женщина. Я чужая. У меня мужчина должен быть здоровым. Мужчина не выдержит. Сейчас расцвела. Улы Балкина. Сказала такую правильную для мужчины вещь. Потому что им кроме этого ничего ведь и не нужно. Здоровье. Он будет прощать всё. Мужское здоровье, когда молодая. Измены. Будет прощать, что вы плохая хозяйка. Главное, чтобы вы любили это дело. И ходили всегда по квартире голой. Или в красном платье на троймяк. Спасибо, дорогая. Проходите. И так как с медсестрой в баню никогда не страшно ходить. Можно попариться. Встречайте невесту. Андрей, здравствуйте. Меня зовут Алла. Я знаю, что вы из Питера. Но не знаю, готова ли я переехать в Питер. Сейчас, наверное, мы это всё обсудим. Безусловно. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла. 47 лет. Хореограф. Коллекционирует фигурки кошек. Гордится тем, что состоялась, как балерина. Признаётся, что каждую свободную минуту убирается в доме. Предупреждает, что возлюбленный должен принять её ребёнка. Муж Аллы был настолько семейным человеком, что даже когда нашёл любовницу, просил подождать, пока он нагуляется. Надеется, что Андрей своё уже отгулял. АПЛОДИСМЕНТЫ Да уж, молодец. А вот муж такой семейный, какой профессии был? Как и вы, хореограф? Да, нет, я же раньше танцевала, то есть я была балериной. И он, естественно, тоже танцевал вместе со мной в коллективе. Андрей 30 лет уже, вот, в исполнце. Красавец? Красавец, да. Ну, очень ревновал меня, очень ревновал. А, он красавец и вас ревновал? Да, и из этого я сделала вывод. Товы давали? Нет, из этого я сделала вывод. Те, кто сами ревнуют, как бы, вероятно, что этим сами промышляют. Правда, это правда, абсолютно. Он был ловелас такой, красавец. Вы знали об этом? Ну, не всегда. Не всегда. Был просто один момент. Ну, встречайте его в аэропорту. Да, я его встречаю в аэропорту. Жду очень долго. Он выходит практически последний из аэропорта. Со мной был мой брат. И тут же появилась за нами девушка, которая сказала, что... Висящей балетной походкой за ним? Да. Сказала, что, Юра, ты меня не подвезешь? Я, естественно, в наивности говорю, ну, а почему нам не подвезти девушку? Мы можем спокойно взять ее к себе в машину и подвезти до Москвы. Он сказал, что нет резко. Короче, ушел от этой девушки. Но на следующий день мои подруги, которые тоже были на гастролях вместе с ним, да, сказали, что это та самая девушка, с которой он там просто жил. Скажите, а подруги обязаны такие вещи сообщать? Нет, конечно, нет. Я не согласна, что ревнуют те, кто сами изменяет. Скорее, ревнуют те, кто не уверены в себе. А если бы не узнали о том, что это было? Ну, был бы, наверное, другой случай. Третий, как это и было, в принципе. Ну, а потом бы нагулялся. Зато были бы вместе. Ну, да. Ребенок рос. Потом в итоге он и сказал, что, когда я была беременна, что он сказал, что, ну, я встретил другую женщину. Ну, ты, говорит, подожди, мы разводиться не будем. Я сейчас погуляю, говорит, я вернусь, все у нас будет хорошо. Это все-таки первый ее брак и первый ребенок. Ей тяжело, конечно, все это переживать. Это, видишь, она говорит, муж был очень красивый. Аллочка, и на вот это его заявление, что он будет к вам приходить на пастирушку, а то будет любить. Не согласились? Нет, он хотел на две семьи, то есть и там, и здесь. Ну, нет, конечно, для меня это не устраивало. Я увезла ребенка к маме, подала в суд, развелась. Помогал? Нет. Ну, видишь, какая у нее семейная трагедия, тоже, как говорится, что не пошло. Ну, ей тяжело, да. Вам 47 лет, Андрея 55. Прекрасная разница в возрасте, ему нравятся балерины. А вы еще будете рожать? Я не думаю, что в 47 лет стоит рожать, у нас силовать свой организм. А не смущает, что жених у нас уже с нервом таким конкретным? Нет, с нервом не смущает. Смущает то, что жених-то хочет молодую невесту. Да, хочет. Смущает или раздражает? Ну, такие смешанные чувства, наверное. Меня не смущает, а раздражает. Да, да, да. Большой смущает. Думать-то надо уже как бы. Дочь с вами живет? Дочь со мной живет, да. И с мамой. Если все сладится, дочку оставите в Москве? Ну, думаю, что да. Она очень любит Москву. А одна, значит, она будет без присмотра мамы? Нет, ну пока можно туда-сюда, потом... Нет, пока туда-сюда не получится. Пока туда-сюда, он уже молодку себе найдет просто-напросто. Он и так ее найдет, если не нужно. Либо вы чего, вы же замуж пришли выходить, правильно? Я замуж. Я вам жениха вон. А вы говорите, мы еще пока тут будем два года, тут-сюда мотаться. Не будете мотаться. Он тут точно мотаться не будет. Нет. Ему жениться сейчас надо. Друг здоровья не хватит. В Москве сейчас-то бывает в командировке. Ну вот. Совсем молодой он себе уже не найдет. Но она и не готова с ним тоже уехать. Не готова, конечно. Вот они и москвички. Хотят, чтобы к ним переезжали. А ты возьмешь чемоданчик. Не поймешь. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Лидия дадут вам совет в любое время. Через несколько минут встретимся. Пока реклама. Сюрприз. Так уж и бедненькие. Переволновали. Слушайте, слушайте. Как вам невеста? Прекрасная женщина. Роскошная. Роскошная, да. Глаз блестит. Интересная. Какая осанка. Какая красивая. Я думаю, Андрею никогда не будет с ней скучно. Алла, глаза-то у него загорели. Глаза. Она грациозная. Она изящная. И она интересная. Я думаю, у Андрея с Аллой много общего. Они могут говорить о балете, о классической музыке. Андрей очень любит музыку. Ироничная. Все про себя понимает. Про свою прошлую жизнь. Занимается любимым делом. Сто очков. Андрей. Не прибывать, не убавить. Не старовато 47-то. Я же говорю, я... Нет, ну мы на него так напали. Конечно, он сейчас будет говорить, что даже молодовато. Это проблема. Возьмем в Москву. И вместо того, чтобы рожать детей, будет воспитывать юных балерин. Это приятнее. Откройте школу. Школу русского классического балерина. Да, балерина. Да. Вы, поди, любите поесть. Любите же? Люблю. Чтоб стол был накрыт, банька была, огурчики из этого хрустящие, правильно? Лично для этого создан. А для чего? Да любить он хочет. Любви хочет. Страстей, нежности, секса. Ну вот и вы будете. Быть молодым. Ла-ла-ла. Понятно. Ла-ла-ла. Мне не нужна кухарка. Я там готовлю хорошо. Не нужна, правда. Мне кухарка точно не нужна. Состолюбец. Хочет любви, секса, больше ничего не хочет. Сам будет готовить, убирать, стирать, ездить на рынок. Все проще. И стирать не буду точно. И стиральная машина. И стиральная машина. И посудомоечная машина. Но нужна балеринка, красавица, которому будет дуть в уши. А вот когда у него поясничку-то схватят, извините, и еще что-нибудь. Поданная сестра. Сначала балерина поданная сестра. Так где надо женщины? Да, опять он раздвояется. Да, да, да. Точно. У вас осталось два бонуса. Общение наедине и семейная тайна. Что выбираете? Наедине. Пожалуйста, проходите. У нас родственные души. Да, это правда, что я как мужчина формировался в балете. Вы занимались балетом? Нет. Или у вас были родственники балерины? Нет. Первая любовь у меня была балерина. А, у вас первая любовь была балерина? Да, 18 лет. И так где до этого еще занималась музыкой. В Вагановском училище? Нет, она уже солистка танцевала после Вагановского училища. В Петербурге? Нет. Нет? Ровесница была. Ровесница. Но ее сразу взяли в театр как солист. Не буду, естественно, называть фамилиями. Нет, это не нужно. Я просто до такой степени полюбил балет, что очень много читал, очень много смотрел. И потом за девчонок в училище еще писал рефераты по истории русского балета. Вот ситуация с Аллочкой и Андреем мне напоминает мультфильм про дюймовочку. Там такая ла-ла-ла, и он такой ла-ла-ла-ла. Ну, Алла не дюймовочка. Не, ну такая взрослая дюймовочка. А он как крот или как жаба? Как крот. Любители эстетики. Тут был очень экономный, если помнишь. Я считаю, что молодые должны жениться на молодых и стариться вместе. Вы мне очень симпатичны. Спасибо большое. Какой вы улыбчивый, что? На самом интересном не пребывали. А что вы там делали, что вам так интересно было? Мы только стали... Целоваться? О чем-то родном разговаривать. Значит, можете продолжить после программы. Ну, еще третья жизнь. Так идите с ней, познакомьтесь с третьей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы обаятельный мужчина. Я это заметила еще на прошлой передаче, и поэтому я здесь. Я вот для вас испекла кексы. Можно взять пушку? Да. Спасибо большое. Такие, примерно такие, пеку каждую субботу. Такие или похожие. Спасибо большое. Это все мне? Спасибо. И если поделитесь, я не знаю. Валентина. 37 лет. Сотрудник рекламного агентства. Любит ходить на рок-концерты. Мечтает выпустить книгу детских сказок. Признается, что страдает комплексом москвички и раз в неделю закрывается на кухне. Предупреждает, ее нельзя отвлекать во время просмотра КВН. Валентина сначала ревновала своего возлюбленного к сыну, а со временем стала бояться оставить их наедине. Надеется, что Андрей умеет находить общий язык с детьми. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, дорогая. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Друзья, дорогая. О, милая. Молодая. Как раз то, что ему нужно. Валюш, это уж не перед нашим ли питерским женихом у вас комплекс москвички? У вас мания величия должна быть? Я родилась в Москве, и поэтому очень болезненно реагирую на вот эти сложившиеся стереотипы о москвичах. Потому что я, как никто, знаю, что это совсем не так. Ну, что считается, что Питер культурная столица, а мы вроде как какая-то некультурная, что люди злые в Москве. Ну, как бы, есть такое, как сказать. А, это от зависти. Ну, вот, как бы, в моем окружении таких вот людей нет. Ну, конечно, я училась исключительно с москвичами, естественно, как бы. Мало того, лучшие люди, которых я встречала в своей жизни, это москвичи. Бывали случаи, когда я действительно помогал человеку. Прекрасные, интеллигентные люди. Да, помогал человеку, говорила, только потом, пожалуйста, не говори, что москвичи злые, потому что, вот. Моя девочка, ну, вы прям труситесь все сидите. Такая красавица. Давайте про вашу жизнь. Почему вы ревновали сына своего к мужу? Не к мужу, а к мужчине. К мужчине. Боялись чего? Нет, мы познакомились с этим мужчиной в интернете. Вот, и он мне на первый взгляд показался несколько простоват. Ну, так для меня, то есть. Вот, но я все равно с ним поддерживала, ну, такие ровные приятельские отношения. Он, как бы, так, хорошо ко мне относился, делал комплименты, там, уму, там. То есть он признавал, что немножко неравные у нас отношения. И вот, когда я познакомилась с сыном, они, вот, в первое время очень как-то, вот, сдружились. А сколько лет было мужчине и сколько сыну? Ну, мужчина немного меня старше. Эта история произошла, там, года четыре тому назад. Да, то есть, в общем, около, чуть больше тридцати было мужчине. А сыну? А сыну, он тогда, ну, десять, там, нет, четыре года назад, восемь. Ну, в общем, сын был такой. И он прямо вот так вот с сыном проводил много времени? Ну, они, как бы, вот, например, придет мужчина в гости, ну, вроде как к нам, да, они с детским восторгом смотрят какие-то мультфильмы, там, я как-то себя чувствую, в общем-то, непонятно где. Они, там, могут начать какую-то возню такую борьбу, ну, как бы так. А не настораживало вас это, вот эта борьба возня? Нет, нет, оно как бы так, мужчина, как сказать, с его слов, по крайней мере, был разведен, и у него там, в той семье остался, ну, сын примерно такого же возраста. Я себе объясняла, вот. Ну, говорить можно все, что угодно. Да, как бы я... А мальчик к нему тянулся или боялся его? Да, нет, в тот момент как раз именно, что все такая была идиллия, собственно, и это меня, в общем-то, и подкупило. Я говорю, ну, мужчину называют не по имени. Ну, а зачем я вот тут по имени? Ну, не знаю, как-то мой бывший, там, еще что-то. На вас любви хватало? Хватало, нет, я не грех жаловаться. Он был приезжий, он был, как сказать, он работал на стройке, то есть он был человек довольно-таки тоже с большими проблемами, но тем не менее он мог и мне, например, помочь. Это вполне естественно, потому что вы вместе жили. Что же здесь такого особенного? Вот, и потом, когда он потерял, когда он перестал зарабатывать в какой-то момент, он ушел и именно этим мотивировал, что я не могу жить за свой счет. Но она его не любила. Она же сразу же сказала, что он не дотягивал до нее. А она с изюминкой. А, да, да. Да. И год он не появлялся в вашей жизни? Где-то год, да, как-то так. Но мы так видели в социальных сетях, что я вдруг заметила, что у него что-то явно происходит, там, фотографии какие-то стали появляться новые. И я что-то такое написала, ну, там, типа, привет, как дела? А он сразу предложил резко встретиться, вот. Ну, то есть, ну, явно человек хотел наладить обратное отношение. Ну, и я тоже поехала с ним встречаться, у него руки дрожат, белые там розы. И я что-то как-то тоже так. И я спрашиваю, ну, как там, с деньгами теперь, как бы. И он говорит, ну, да, теперь все хорошо, там, все. И мы как-то, через некоторое время опять стали жить вместе. И вот тут-то что-то у них вот с сыном, то есть он взялся, наоборот, очень ретево, вот, его должен не воспитывать, а вот муштровать, строить вот как-то, пытаться вот под себя сделать вот из ребенка, ну, такую послушную куклу. И так, он старше был, я не поняла, или моложе? Почти ровесный. Чуть-чуть старше. Причем, я говорю, человек хотел там за два дня вообще переделать вообще привычки, там, не обращая внимания на его, на интересы ребенка, там, ни на что. Вот, я открытым текстом объясняла, что я не буду выбирать между мужчиной и ребенком. Я этот выбор сделал один раз, и, как сказать, я больше не сам, если тебе нужен совет тоже, как общаться с моим конкретно ребенком. Но он прям цеплялся к нему? Прям цеплялся. Вот прям это... А что хотел, чтобы вы от него избавились, отвезли его бабочки с мамой? Ну, наверное, он этого хотел, он прямо этого не говорил, но он, как бы сказать, все время, он вроде как его воспитывал, вроде как, как он должен себя вести, там, он должен то, он должен все. У нас все время стали все разговоры. А вы мне говорили, слышь ты, ты пришел ко мне на мою территорию, мальчик мой. Ну, настолько я, как сказать, нет, конечно, но я ему тоже говорил. А почему? А вы научитесь говорить. Ты живешь в моей квартире, сын мой живет со мной 11 лет, а ты года со мной не живешь. Я так ему и говорила, что, понимаешь ты, что, как сказать, как ты его хочешь воспитать. Это совершенно... Мы до этого 11 лет до тебя там 10 жили, без тебя такого умного, Ну, теперь ему тоже, наверное, ты хотя бы спроси. Кто поставил последнюю дочку? Ну, тут трудно сказать. Я, как сказать, я попыталась с ним еще раз поговорить, но я догадывалась, чем этот разговор закончится. То есть, ну, можно сказать, что я его спровоцировала. То есть, ну, формально говоря, ушел он. И, как сказать, я потом, когда он пытался, он очень быстро одумался и, как сказать, пытался уже. Но он, опять же, так уходил хорошо, что... Еще детей хотите? Да, хочу. Я очень хочу родить второго ребенка вот сейчас. Ну, пока, пока, да, еще немножко осталось у меня времени. Это Андрей для вас? Ну, нет. Все, загрустил. Андрей, ну, посмотри вот так на него. Ну, 55. А вот вы чего закрываетесь-то на кухне раз в неделю? Ну, раз в неделю это тоже, наверное, так в идеальных условиях. Но, в принципе, мне нужно вот какое-то такое немножко одиночество. Ну, я так, на любом, на мой взгляд, человеку нужно... Любому ничего, вы там нет страшного. Ну, как сказать, тут... Если повезет, то закрыл бы на месяц, правда? Давайте прервемся на рекламу. Встретимся через несколько минут. Я очень хочу посмотреть на сюрприз. Значит, сюрприз... Весь был связан с моим увлечением рок-музыкой. Я попыталась исполнить классическое произведение. Ходи. Весь был связан с моим увлечением рок-музыкой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Ваня. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, у меня было такое впечатление, что какая-то блистательная французская актриса играет роль Валентины, что это не она. Но мне было безумно интересно на все это смотреть, наблюдать. Все было так трогательно, и потом она такая красавица, она такая натуральная, настоящая. И мне было интересно ее рассматривать. Это совершенно удивительная, редкая барышня. А вам она... Не понравилась? Вы как-то странно на ее выступление. Я женщине вообще не могу говорить плохо. Все женщины прекрасны. По-моему, Лариса еще ни про кого так сегодня не говорила. А видно было, как у меня руки дрожат, когда я на аккордеоне играю? Ну, было видно, что ты волнуешься, но ничего. Ну, по-моему, я его не заинтересовал, по-моему. Не сюрприз, не вообще. Я думаю, здесь большой плюс у Валентины, что она моложе, чем другие пресендентки. И родить он хочет. Да, да. А если не выберете, то, знаете, она на сайте Двуэт ТВ-то быстренько найдет себе жениха. И помоложе. Андрей, как вам, Валентина? Каждый хочет видеть то, что он хочет видеть. Я пытался найти, что меня может в этой женщине привлечь. У нее такая трепетная душа, в общем-то. Я так почувствовал, что вот что-то в ней много женственного, женского начала. Женское начало в ней присутствует. Это привлекало. Про минусы, естественно, говорить не буду. Остальные, может, знаешь, так ярче, а ты больше подходишь по тому, что умеешь. Я могу сказать, что Валентина знака Овен, Солнце Венера в этом знаке, Марс в рыбах, Луна в водолее. Могу сказать, что она тревожна, она нетерпелива, она импульсивна. Марс в рыбах, она боязлива, ей сложно расслабиться, поэтому ей обязательно нужно место для уединения. Ей сложно подпустить мужчину к себе. Она достаточно закомплексованный человек, скажем так. Ну и то, конечно, ну и то, значит, не зря. У вас остался один бонус – семейная традиция. Валюш, расскажите нам о традиции. Так сложилось, что в нашей семье фамилия передается почему-то по женской линии. То есть моя бабушка не вышла замуж, ну она в 48-м, она с войны ждала человека, там не дождалась, поэтому неудивительно, что она осталась с девичьей фамилией. Но она родила двух дочерей, одна из которых, моя мама, фамилию тоже не сменила, прожив в браке много лет. И нам, двум дочерям, потом от этого брака тоже дала свою фамилию. Теперь с рождения моего сына, слава богу, я могу снять с себя это бремя, но в принципе вот традиция такая, что передаем фамилию. Вы фамилию менять не будете? Ну, в общем-то, я не планировала. Ну, хорошая традиция – фамилия по женской линии. Да, да. Очень хорошо. Почему нет? Вы красавицы, у вас необыкновенный рот, нос, глаза, а вам лица. Я разбираюсь в женской красоте, я это очень ценю. Поэтому выпрямитесь, умоляю вас, не суетитесь так, не будете так. Вы никому ничего не должны, вы никому ничем не обязаны. Абсолютно. Вот сейчас вот просто не так, как вы к нам сюда пришли, вот такой вот суетливой нервной походкой. А встаньте, спинку выпрямите и падите. А вот вы, рог-то это прямо косуха, да, прямо? Нет, нет. Уже, конечно, нет. Я вам, знаете, как астролог посоветую, займитесь йогой. Дыхание вам очень сильно поможет расслабиться. Именно дыхание. Или танцами, чем-нибудь. Да ладно, рог зажигай! Валентина, пройдите, вот как я вам сказала, да? Вот прямо вот такой прекрасной походкой, да? Плечики назад опустите, да? Плечики вот так прям назад. Она сейчас не дойдет, да? Пошла! Пошла! Можно я пойду? Юлечка, нужно сделать выбор. Советуйте. Мне кажется, что у нее глаз загорелось на Аллу. Вот, и что у них больше общего, чем с другими невестами. Вот если Аллочку выберете, вы будете два главных. Это будет конфликт. Ну, не знаю, как бы. Если мужчина доминирует, я не против. А я вам рекомендую Валентину. Вы главная, она подчиненная. Во! Как мне так показалось, что... Мне показалось, что я ему не понравилась. Я так понимаю, что сегодня на вас никто не произвел впечатления. Конечно, вам хотелось бы до 30, вам хотелось бы прелестницу с горящими глазами, чтобы она нас полюбила. Вот просто поверьте себе. Послушайте, всему свое время. Вы же не злитесь, что в январе не растут на подоконнике арбузы. Не злитесь, да? Потому что другое место должно быть другое время. Вот так же и женщины. Они молоды для других мужчин. Ничего в этом страшного нет. Полюбите себя в этом возрасте. Полюбите окружение. Полюбите своих ровесников. Вот полюбите это время. И все будет хорошо. Поэтому Алла вам ближе всех по возрасту. Она вас намного моложе. Аж на целых 8 лет. Так что вперед. Но только полюбите ее. Если не получится, не моручай ей голову. Что скажешь? Астрологически я согласна. И с Ларисой, и с Розой. Вам больше всего подходит именно Алла. И вот этот вот внутренний огонь, он не даст вам ее как-то подавить. Она всегда останется на своей позиции. Да. А, ну будем искать компромиссы. Внуков воспитывать. Внуков воспитывать. Балериню их воспитывать. Да, да. У нас будет много детей. Слушайте свое сердце. Оно вас точно приведет туда, куда нужно. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Меня зовут Виктор, мне 23. И если у тебя рыжие волосы и коричные глаза, третий размер груди, то приходи, я жду тебя. Мы не знаем, выйдет Андрей один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Аллышко. Да, Андрей. Я нашелся смелость зайти. Надеюсь, у нас действительно много общего. Нам будет точно о чем поговорить. И наше душевное состояние будет унесено. У нас есть пара Андрея и Алла, если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, удачи.